Белавия отменила рейсы в Казахстан. Полеты будут возобновлены, когда ситуация в стране стабилизируется. Компании отметили, для изменения даты вылета необходимо обратиться по месту приобретения билета. Посольство Беларуси в Казахстане рекомендует гражданам нашей страны минимизировать выход в общественные места. ГАИ и МЧС призывают быть предельно внимательными из-за гололеда и мокрого снега. Новый год принес колебания температуры в пределах нуля градусов по Цельсию, а следовательно опасность травматизма и аварий на дорогах. Водителям нужно убедиться в исправности тормозной системы и стеклоочистителей своей машины. Также не стоит превышать скоростной режим и совершать рискованные маневры. Белорусские предприятия построят в России заводы и детские сады. Сейчас наши специалисты вплотную занимаются реконструкцией футбольного стадиона Воронежа и возведением различных учебных заведений и учреждений здравоохранения. В этом году стройотрасль Беларуси планирует достичь показатель по экспорту услуг в 750 миллионов долларов. У школьников есть возможность бесплатно пройти репетиционное тестирование по математике, русскому и белорусскому языкам. Скачать его можно с сайта Республиканского института контроля знаний. Пакеты сформировали из заданий прошлых лет. Ответы на последнем бланке. Напомним, второй этап РТ начнется во второй половине января. Православные христиане празднуют рождественский сочельник. В этот день принято соблюдать строгий пост. По всей стране пройдут праздничные богослужения. Начало прямой трансляции и свято-духово-кафедрального собора столицы 2150. Божественную литургию возглавит митрополит Минский и заславский Вениамин, патриарший экзарх всея Беларуси.